Здравствуйте! В эфире информационная программа «Тема дня» в студии Елена Орлова. В Москве прошел форум, организованный Всероссийским женским союзом «Надежда России». Мероприятие было посвящено 20-летию организации. На месте побывал наш корреспондент Георгий Крысенко. Подвести итоги, обсудить планы на будущее и, конечно, поздравить друг друга. На праздничный форум Женского союза «Надежда России» приехали представительницы 82 регионов страны. Перед началом заседания все спешили пообщаться друг с другом и сфотографироваться с почетным гостем форума – председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. Женщины молодцы наши. Они острее других чувствуют беды, трудности, проблемы и в семье, и на работе, и в общественной жизни. И очень важно, что они сплотились для того, чтобы обеспечить мирное небо над головой и счастливое детство всем нашим ребятам – детям, внукам. Плетнева Тамара Васильевна этим занимается всерьез и собрала сегодня всю команду со всей страны. Региональные отделения «Союза «Надежда России» работают в тесном взаимодействии с КПРФ и регулярно проводят массовые мероприятия по поддержке матерей-одиночек и многодетных семей. Проблемы медицины и образования тоже не остаются без внимания. В рядах «Надежды России» состоит и несколько сотен мужчин. Я с удовольствием вас приветствую и искренне благодарю за ту огромную работу, которую вы проводите для того, чтобы страна в самое суровое время сумела пережить с наименьшими потерями. За то, что вы прежде всего заботитесь о наших детях и помогаете нам совершенствовать эту политику. Мы недавно внесли новый закон образования для всех, который гарантирует каждому ребенку вплоть до высшего бесплатного образования и первое рабочее место. Я надеюсь, что это будет ключевой и главной задачей для каждого участника нашего форума «Слета». 2016 год очень важный. В сентябре пройдут выборы депутатов Государственной Думы нового созыва. От результатов голосования зависит будущее страны. Поэтому одна из главных задач, которая стоит перед «Союзом надежды России» – поддержка и продвижение антикризисной программы КПРФ, принятой на Орловском экономическом форуме. Я думаю, что эти 20 лет «Союз» славный путь проделал. Несгибаемый он преодолел все препятствия, которые были, и дай бог вам преодолевать и в будущем. Нам предстоит серьезный экзамен в этом году. В сентябре, который даст и дает возможность вашему Союзу, нашему Союзу советских офицеров, в том числе Международному Союзу советских офицеров и Российскому Союзу советских офицеров, объедини усилия выйти на эти выборы, которыми положить изменения социально-экономического положения в нашей стране. После поздравлений и награждения ветеранов движения перед гостями форума выступили октябрятые пионеры. Ребята читали стихи и пели советские песни. ПЕСНЯ 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 Надежда России призывает женщин бороться за свои права и усилить политическую активность во время предстоящей избирательной кампании. На этот год в планах у организации сотни различных мероприятий, собраний, митингов, демонстраций и круглых столов. Завершилась встреча праздничным концертом, на котором выступили известные российские артисты. Георгий Кресенко, Николай Домбрин, Наталья Корочкина, Красная линия. Гость нашей программы депутат Государственной Думы от фракции КПРФ, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева. Здравствуйте, Тамара Васильевна. Здравствуйте. Состоялся форум на прошлой неделе, посвященный 20-летию образования Всероссийского женского движения «Надежда России». Если говорить об итогах, что удалось обсудить, какие планы на будущее? Прежде всего хочу сказать, чтобы все знали, что Всероссийский женский союз – это патриотическая организация, не коммерческая. И создана она была в 95-м году, то есть нам 20 лет. Нам 20 лет. Мы создавались в пику женщинам России, которую возглавляла Лахова. И считаем, что женщины, так же, как и мужчины, имеют разные точки зрения. Мы все женщины либо в Компартии, либо сочувствующие. Так что у нас патриотическая организация. И задачи у нас такие же, как у нашей родной партии КПРФ. Задачи первые. Объяснять и разъяснять людям наши все цели, задачи и программу. Побеждать на выборах. Добиваться честных выборов. Ну и в каждый дом войти. Кроме того, сегодня очень важно, что единственная партия, которая имеет свою экономическую программу – это КПРФ. КПРФ. Но о ней должны все знать. И когда мы ее разъясняем, вот этих 10 шагов, 10 пунктов, да, все с нами соглашаются. Но чтобы люди знали об этом. Ведь телевидение не покажет. Радио тоже. Значит, мы как должны? Мы должны в каждый дом войти и внести. И в каждую больницу, и в каждую школу. Как можем. А женщины могут все, вы же понимаете. Поэтому съезд у нас был нацелен не только на празднование нашего праздника 20-летия, но и постановка задач. Поэтому у нас все обсуждалось. Созданы наши региональные отделения. Мы зарегистрированы, кстати, в Минюсте. Мы получили недавно, в прошлом году, мы получили новый формат устава, в который несли поправки. И в каждом регионе у нас есть отделение. Практически 82 региона были представлены на нашем форуме. Это очень радует. Ну, мы могли бы собрать, конечно, еще больше, чем было. Но вы же понимаете, это все связано с финансами. А финансы у нас, ну, такие скромненькие. И поэтому мы, как смогли, сделали. Но я считаю, что все было хорошо. И пионеры, и октябряты, и прием в партию. И девушек, кстати. Девушек, да. Душек, да. Да. И духовой оркестр, который нас приветствовал. И подарки, которые получили лучшие наши женщины. Занимаешься этим делом уже давно. Поэтому я считаю, что он удался. Тамара Васильевна, а как вы считаете, почему вообще это важно, чтобы именно женщины принимали активное участие в общественной жизни в стране? Потому что, как правило, депутаты у нас, мужчины, да, 90 или 95 процентов. Ну, это особый разговор про это. А хочу сказать, почему именно женщины. Просто напомню слова Ленина. Он в свое время говорит, любая революция чего-нибудь стоит, если в ней участвуют женщины. Поэтому и революция эта февральская, вы же знаете, началась с женского бунта, который протестовали. В политике вообще не бывает ни мужчин, ни женщин. И партии, я считаю, тоже не бывают женских, мужских. Партии бывают по идее. А, кстати, идеи правят миром только две. Идея социализма, коммунизма, да, и идея капитализма. Вот, все. Две партии основные. Остальное все придумывается, придумывается, накручивается. Некоторые уже пенсионеров и пивников, и кого хотите готовы создавать, лишь бы умы людей вот так вот накручивать. Поэтому я обращаюсь ко всем. Дорогие мои женщины, те, которые у нас в союзе состоят, те, которые не состоят нигде, просто дома, просто на работе, просто с детьми, вы должны знать, что будущее наших детей и внуков зависит от того, какая будет власть. Так они и будут жить, воспитаны так будут, так будут учиться. Мы за бесплатное образование, мы за бесплатное здравоохранение, мы за то, чтобы каждый человек имел работу, мы за то, чтобы у нас были свои деньги, а не зеленые доллары, мы за то, чтобы все-все-все свою родину любили. То есть, вот самая лучшая программа это у нас. Тамара Васильевна, спасибо большое, что нашли время к нам зайти. Я напоминаю, что у нас в гостях была депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции КПРФ, председатель Всероссийского женского союза «Надежда России» Тамара Плетнева. Наш выпуск на этом завершен. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok